Входит в конфликт, публично позиционируя себя, что я вот сейчас такой профессионал и я смогу разрешить. То есть он входит туда, как определенное звено, которое пытается сначала понять правила игры изнутри, потому что находясь вне, мы очень многого не видим, то есть становясь участником. А потом уже, обладая определенными технологиями, он начинает вот это вот движение, которое деструктивно, его нельзя затормозить, особенно если оно большое и социально нагретое, он его начинает потихонечку, то есть вектором смещения переводить несколько в иное русло, в том числе иногда используя технологии зарождения внутреннего конфликта внутри этого сообщества. Ну здесь просто разделяем вас, потому что пока... Да, но это совершенно другие технологии, это совершенно другая компетенция. Да, и здесь, собственно говоря, таких профессионалов сегодня у нас, если у наших медиаторов мало, то таких профессионалов у нас намного меньше. Но это не значит, что профессиональный медиатор не может работать на этих конфликтах. Вопрос, какую цель он себе ставит. Медиативное соглашение, примирение, пожатие рук, они могут договориться. Но еще раз говорю, да, информация, попавшая в интернет, может всплыть потом. И у одной из сторон возникнет ощущение, мы с тобой договорились, а ты за моей спиной опять это используешь. Хотя другой человек, может быть, в этом вообще не виноват, он и забыл, и простил, и все остальное. Но это всплыло через какое-то время, через 33-е руки, потому что кому-то это просто показалось. Интересная фотография, да, и он ее опять выложил. Там есть особые условия, которые...